Добрый день! Спасибо большое, что собрались. Это моя первая планерка, я немножечко волнуюсь. Поэтому судите строго. Давайте сегодня поговорим о тех правилах, которым следуют богатые люди. То есть если они этим правилам следуют и у них все получается, то, наверное, эти правила что-то значат и, наверное, эти правила работают. Сегодня мы рассмотрим такого богатого человека, как Джон Акхеллер. Он сделал карьеру от простого бухгалтера до самого богатого человека в истории Земли. Его состояние сейчас бы оценивалось в 200 миллиардов долларов. Знаете, о каких суммах речь? Он, занимаясь бизнесом, выполнял эти правила. Конечно, наверняка у него были еще много привычек. Но вот эти основные 12 правил. Кто-то пишет 10, кто-то пишет 12. Я взяла по максимуму, чтобы мы сегодня прокачались по полной программе. Эти правила помогали ему сохранять и увеличивать свой капитал. Итак, поехали. Первое правило. Меньше работаем на кого-то, и тем больше ты не работаешь на себя, тем хуже живешь. Работа от слова раб. Ну, правильно. Мы когда работаем на кого-то, мы исполняем чужие мечты. Согласитесь? Мы идем на работу, да, нам платят какую-то зарплату не так, чтобы мы просто ходили на эту работу. Пусть бы у нас были средства ходить на работу, были средства питаться, одеваться и все такое прочее. А на какие-то благи земные нам уже не хватает. Я тоже работала 7 лет, работала, получала зарплату, да, мне тогда хватало. Да, когда я была одна, мне этого хватало на слихвой, и я думала, что, ну, ни о чем не думала, и полагала, что, ну, это предел мечтаний. Хожу на работу, получаю стабильную зарплату, это все хорошо. Сейчас, когда есть семья, уже немножечко задумываешься о том, как бы сделать так, чтобы денег было больше, но при этом не отлучаться от семьи и получать по максимуму. Работа по найму – это не для нас. Согласитесь? Поставьте плюсики, кто согласен. Да, вот. Следующее правило. Экономить деньги, ищи, где можно купить товары дешевле или оптом. Планируй список покупок заранее, покупай только то, что есть в списке. Ну, первая часть этого правила очень-очень подходит нам, потому что мы нашли то место, где можно купить подешевле, но подешевле – это не значит, чтобы экономить на качестве. Правильно. Мы должны понимать, что на здоровье тоже экономить не нужно, поэтому витамины и косметика в нашем случае – это хорошая экономия нашего семейного бюджета. Чтобы купить товары подешевле, купить со скидкой – это тоже все про нас. Планируйте список покупок? Ну, это, наверное, общая тема для всех видов деятельности, всех видов бизнеса. Правильно. Когда делаешь список, идешь в магазин, особенно это касается гипермаркетов, супермаркетов, где идешь, глаза разбегаются, все собираешь, идешь на кассу и понимаешь, что ой-ой-ой, набрала не то, что нужно. Приходишь домой, то, чего нужно, но и как бы нет в лучшем случае. Спасибо. Вот. Поехали дальше. Следующее правило. Если у тебя мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас. Вы знаете, я раньше думала, а как же можно сделать бизнес, прямо срочно, прямо сейчас, и как его сделать, если нет средств на это. Думаю, глупое правило какое-то, не только рактейлер мог об этом подумать и делать бизнес, прямо срочно, и у него много денег, он может себе это позволить. Сейчас поняла, что в Reflame действительно есть такая возможность прийти. Максимум, что мы должны здесь делать, это набрать 150 баллов, но мы можем набрать это не для себя, для себя от 50, да, максимум. Мы не можем на себя вылить столько кремиков и выпить столько витаминов. Но набрать людей, которые будут делать вам 150 баллов, возможно. Действительно возможно, и я думаю, что если я буду дальше продолжать деятельность спикером, я обязательно вам покажу некоторые виды возможности, как найти людей, которые сделают вам именно эти 150 баллов, и вам не нужно будет переживать, что вы их не сделаете. Потому что это единственное условие компании, когда вы делаете 150 баллов, вы получаете зарплату, вы получаете бонусы. И действительно это так. Сделав сегодня это количество, на следующем каталоге у вас будет уже больше скидка, намного больше. Поехали дальше. В общем, делать бизнес здесь возможно. Делайте и не отступайте ни в коем случае. Правило номер 4. Путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход. Доход, который приходит в тебе независимо от твоих усилий. Создать источник пассивного дохода и живи в свое удовольствие. Ну вот такая картинка, здесь да, человек спит, денежка идет, и это, конечно, радует. Но чтобы вы понимаете, что получать пассивный доход, это не просто так вот. Какое-то дело маленькое сделаю, и все, и все там капает, капает, капает. Никакого быть не может. Нужно приложить немало усилий, нужно постараться. Нужно не поспать лишний раз. Делать то, в общем, есть такая фраза, кто-то сказал, мудрый. И чтобы получить то, чего у вас нет, нужно делать то, чем мы никогда не занимались. В общем, занимаемся тем, чем мы не занимались раньше. И сетевой маркетинг для меня еще был таким отабу небольшим, что я не смогу, я не сумею. И в проекте, кто уже не знает, в проекте я во второй раз прошла. Первый раз я, видимо, не до конца поняла все плюшки, которые здесь можно получить. А сейчас я это вижу. Просто нужно приложить усилия и не вставаться. Следующее правило. Думаю о том, как заработать минимум 50 тысяч долларов в месяц. А можно больше, меньше нельзя. Эта цифра была рекомендована Рокфеллером. Не просто так. Дело в том, что самые богатые люди в нашем мире ежемесячно тратят более 50 тысяч долларов. Ну, я не знаю, как там богатые люди тратят 50 тысяч. Это, конечно, для Рокфеллеров, конечно, было. Самое то. Нам бы хотя бы в рублях такие цифры ставить себе целью. Ну, знаете как, нужно не ставить себе такие огромные цели, потому что они недостижимы. И в следующем месяце, когда вы поймете, что у вас эта цель не достигнута, это будет немножко занижать вашу самооценку. И, ну, ни к чему такому хорошему эмоциональному он приведет. Поэтому, да, долгосрочная, я согласна. Это долгосрочная цель, как, ну, в определенный момент она должна быть достигнута. Каждый месяц, ну, Рокфеллеру понятно, это нормально. Каждый месяц нам, россиянам, немножечко сложновато. Ну, надо к ней идти постепенно и тоже не сдаваться. Следующее правило. Деньги приходят только через других людей. Общайся. Необщительные люди крайне редко становятся богатыми. Здесь я тоже согласна. Здесь в бизнесе Рефлейм обязательно нужно общение, обязательно нужно поговорить. Поэтому, собственно, я и здесь. Обязательно нужно говорить, нужно общаться, передавать информацию, передавать информацию правильно, чтобы человек видел, что ты компетентен в том или ином вопросе и ни в коем случае не вызывал сомнения. Четко, ясно, понятно и переубеждать. Самое главное – убедить людей. Сейчас, конечно, в моем случае немножко тяжело. Говорю, говорю, правильно говорю, но вот, видимо, убеждения у меня пока еще нет. Не сформировался, не развился. В общем, люди должны общаться и передавать информацию правильно. С этим правилом, конечно, не поспоришь. Дальше. Правило номер семь. Всегда надо общаться с оптимистами и победителями. Именно так, в большой буквы оптимисты и победители. Общаясь с оптимистами, понимаю, что в этом мире все возможно. Что не нужно сдаваться, не нужно опускать руки. Как только Шанель говорила, не опускайте руки. Все в ваших руках, поэтому опускать их не надо. Победители, они делятся своим позитивом, делятся своими, они показывают свои достижения и показывают то, что все возможно. Оптимисты и победители – это те люди, которые в основном должны быть в вашем окружении. Здесь я вижу, что это есть. Общаясь, смотря видеоролики Лили, смотря видеоролики Яны Бельской, Жемели Карбатко, Анны Черна, вот это уже, я тоже смотрю. Я понимаю, что все возможно, и все возможно. Танила Полежаева – это просто женщина и победитель самый настоящий. Поэтому смотрите ролики, обязательно общайтесь с этими людьми и настраивайте себя только на позитив и на позитив. Правило номер восемь. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности. Не придумывайте себе оправдания, почему именно сейчас ты не можешь начать идти к своей целям. Пообещал – будь добр, сделай. Пообещал – выполнить задание какое-то, сделай. Можешь ты, не можешь сделать все возможное, чтобы это получилось. Если есть ответственность в человеке, то он обязательно от чего-то подьется. Если он пообещал, а не сделал, он уже падает в глазах людей. И отношение к нему уже немножко другое. Это правило, наверное, одно из самых ключевых в этом бизнесе. И его нужно придерживаться обязательно. Правило номер девять. Изучай биографии и мысли самых богатых людей мира. Да, изучать биографии и мысли – это все хорошо. Обязательно нужно это делать. И нужно не только богатых людей читать биографию, но вообще читать. В принципе, читать бизнес-литературу, читать литературу, которая закачивает мозг, литературу, которая полезна. Обязательно нужно этим заниматься. Нужно понимать, что, читая, вот картинка такая, прям вот свет в конце тоннеля. Тоннель с его настройки. Читать нужно обязательно, читать нужно всегда в свободную минуту. Будет читать правильные книжки, читать правильные книжки. Правило номер десять. Мечты – это главное в твоей жизни. Мечты профессионально превращают бизнес-программы и реализуют на полный результат. Вы знаете, придя в Арифлэйн, я стала мечтать. Мечты, мечты, мечты. У меня все вокруг, у меня есть, вот, давно был семинар, урок ГУР, где сказали очень, советовали очень хороший момент, сделать картонку, наклеить туда свои мечты и вставлять ежедневник каждый день. Я это сделала, и, знаете, прям мечты перед глазами у меня всегда. Это так здорово, это настолько мотивирует. Мечтайте, превращайте мечты в цели, цели, в реальность, и тогда все будет. Все будет. Правило номер десять должно работать. Здесь оно должно работать точно. Помогай людям бескорыстно, чистым сердцем. Ну, тут не поспоришь. Тут нужно делиться информацией, нужно помогать им в первую очередь. Вот я зашла сегодня в комнату, у меня первый мой такой разговор с людьми, да. Я зашла в комнату, и Катя Ильича молода уже сидела. Мне так приятно было, что она мне сейчас поможет. Она меня слышала, мне помогала. Зашла Лиля, мне помогла. Вы знаете, это настолько приятно, что понимаю, что люди помогают от чистого сердца, потому что вот так. В общем, слов нет, одни эмоции. Спасибо большое всем за помощь. И, конечно же, я тоже буду помогать людям, буду делать это от чистого сердца. Последнее правило. Создавай бизнес-систему и наслаждайся своими заработанными деньгами. Вот тут картинку я не просто так поставила лестнице успеха в компании Арифлайн, потому что это действительно бизнес-система. Действительно та система, которая работает, которая позволит. Она позволит, она дает возможность заработать, дает возможность. Это компания, которая дает действительно чего-то добиться, не прилагая при этом больших финансовых затрат. Здесь нужно выложиться полностью эмоционально, когда бывают такие моменты, что эмоционально прям истощаешься. Выложить время свое приложить, практически все свободное. Здесь возможно, здесь все возможно. Ребят, ни в коем случае не бросайте, не делайте так, как это сделала я в первый раз. Потому что потом все равно вернитесь сюда, если вы поймете, что действительно здесь все возможно. Ни в коем случае не бросайте. И знаете, что мы зайдем не просто на продажу, не просто на какой-то шеф-потребт, а мы зайдем на хорошую продукцию. Лиля знает, я вот в поликлинику ходила, пошла делать последний укол. Я взяла с собой крем и небольшой такой презентик моей медсестре. И положила все в пакет Арифлэйм. И вручила ей. Она говорит, ой, вы занимаетесь Арифлэйм? Да. Она говорит, привезите мне, пожалуйста, каталог. Мне так нравится косметика Арифлэйм. Мне предлагают Эйву и Соберли. Я говорю всем, привезите мне Арифлэйм. У кого есть Арифлэйм? В общем, принесла ей каталог, она вчера мне позвонила, сделала хороший заказ. В общем, все не просто так, не просто так мы с вами здесь собрались, поэтому дерзайте, идите к своей цели. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что были со мной эти 20 минут. Я очень рада была вас всех здесь приветствовать. Спасибо вам за внимание и приходите еще на мои выступления. Спасибо. Спасибо.